Союзники работают над тем, чтобы максимально приблизить Украину к НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. По его мнению, скорее всего, Украина будет следующим членом НАТО. На данный момент кажется, что это будет Украина в качестве 33-го члена, но, возможно, перед ним появится кто-то еще. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. 17 октября в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. В ней принял участие и президент Украины. Обсудили продолжение поддержки Киева, а также его будущее в блоке. Приглашение в НАТО – пункт номер один в плане победы Украины. Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО. И мы сделаем все, чтобы стать членом Альянса. Вот почему первым пунктом в плане победы является приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности, и мы стоим против России, самой большой угрозы Европе и глобальному миру. Приглашение Украины в НАТО усилит нас в дипломатическом смысле и приблизит нас к реальному и справедливому миру. Как отметил Марк Рют, Альянс принял к сведению план победы Украины. Он сказал, что документ содержит как политические, так и военные аспекты. Они требуют тщательного обсуждения с Украиной. Тем не менее, в штаб-квартире Альянса считают, что Украина уже ближе к членству в НАТО, чем когда-либо. В Германии открылся командный пункт для координации военной помощи Киеву. Страны-члены Альянса оказывают постоянную поддержку на двустороннем уровне. «Моё твёрдое убеждение, что однажды Украина будет членом НАТО. Я буду аплодировать, когда этот день настанет. Также очень понятно, что у Путина или России нет слова в этом вопросе. Никакого права вета. Они не могут влиять на это обсуждение. Это дело союзников – обсудить между собой, как продвигаться вперёд». Министр обороны Эстонии Ханна Певкур подтвердил заинтересованность своего государства в продвижении вступления Украины в НАТО. «Эстония всегда говорила, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Ханна Певкур, министр обороны Эстонии. Комментарии эстонским СМИ». На совещании министров обороны речь шла и о продолжении помощи Украине. До конца 2024 года НАТО выделит Киеву 40 миллиардов евро в качестве военной поддержки. Часть суммы, почти 21 миллиард евро, предоставили в первой половине 2024 года.